Сейчас мы с вами поговорим о защите прав человека в спорте и через образование. Как вы помните, несколько лет назад, скажем так, 10 лет назад, наверное, о правах человека в спорте не слышал никто и не задумывался. Это был отдельно спорт, были отдельно права, был отдельно суд и сказать, что какие-то дела будут доходить до Европейского суда по правам человека, несмотря на то, что они к этому моменту уже там были. Но их было очень мало. Но никто бы не мог подумать, что буквально пройдет пару лет и эта тема встанет на повестке дня. Притом станет настолько остро, что в результате наша сборная Российской Федерации будет выступать не под собственным флагом, она будет выступать под другим названием и так далее. Говорить о том, что возникла проблема с допингом, наверное, никому рассказывать не надо. Все это слышали, даже люди, кто не интересуются правами человека или спортом, слышали всю эту историю очень активную. Но здесь, надо сказать, допинг не только в России есть. Вообще допинг большого спорта – это проблема, которая существует везде, в каждой стране. Но поскольку на тот момент очень внимательно решили проверить Российскую Федерацию, и хотя для меня тогда было интересно, почему не проверили предыдущие Олимпиады, чем только эта Олимпиада приглянулась, почему не проверили все сборные, которые там участвовали. И то, как это все происходило, оно вызывало искреннее удивление. К моменту, когда это все вышло наружу, к активному обсуждению, 15-й год уже, мы уже начали разрабатывать курс по правам человека в спорте. Потому что от общих курсов, которые ложились на платформу Help, так называемую, многие из вас зарегистрировались уже в этой платформе, кому-то еще предстоит зарегистрироваться, мы увидели, что от вопросов, связанных с задержанием, с содержанием заключенных, в правах человека есть еще очень много вопросов, которые также интересны нашей аудитории. И один из таких вопросов, которые мы поставили на повестку дня, был вопрос, связанный с жизнью наших детей, а также с жизнью простых спортсменов, которые с самого раннего детства отдают все свое время и здоровье этому виду спорта, какому-то из видов спорта. И потом вдруг сталкиваются с тем, что их лишают права выступать под собственным флагом, при том, что они совсем не виноваты, поскольку в сборной, которая уже участвовала как сборная атлетов от России, а не сборная Российской Федерации, там были участники, спортсмены, которые в предыдущей Олимпиаде еще только в юниорах ходили и даже могли только мечтать попасть на Большую Олимпиаду. А кто-то еще и в юниорскую сборную даже не вошел. И они вообще не знали об этой проблеме. И почему вдруг на них легла эта ответственность, стало несколько занятно смотреть на весь этот процесс. Но что позитивного из этого? Можно сделать какой вывод? То, что благодаря нам все мировое сообщество стало активное внимание уделять вопросам спорта и защите прав и регулирования отношений в рамках спорта. Абсолютно на всех международных площадках этому уделяется огромное внимание. В том числе на площадке Управления ООН по наркотикам и преступности, где рассматриваются вопросы противодействия коррупции в спорте. Сегодня спорт обсуждают все. И права, и обязательства в спортивной жизни также обсуждают все. Поэтому мы сейчас, я не буду долго занимать ваше время, и попрошу подключиться снова Страсбург, Елена Юркина, который соавтор курса, и это тот человек, с которым мы начинали разрабатывать курс «Права и обязательства в спорте». И история этого курса такова, что нам пришлось убеждать даже Совета Европейскую платформу о том, что эта проблема есть. И когда первое было сделано такое чекап по делам, которые вообще есть в этой сфере, выяснилось, что дел так очень много. Но одна проблема, которая есть, то, что эти дела не разрешались к моменту... Они лежали там 10 лет уже, к моменту, когда мы начали заниматься, и никто не решался, видимо, вынести решение, постановление по ним. Но, тем не менее, последние годы вот это внимание, которое привлекли, вся общественность привлекла к этой проблеме, и появились дела, достаточно активно пошли. Не знаем, это является заслугой в том числе нашего курса или нет. Но то, что в результате этот курс стал одним из самых популярных во всем мире, и здесь надо отдать должное, что инициировала его именно Российская Федерация на площадке Совета Европы, и мы же его представляли в качестве ключевых участников этого курса. Поэтому на сегодняшний день сделано все, чтобы наши спортсмены знали не только о своих обязанностях, но и о своих правах в полном объеме. И Елена Юркина, я вижу, она уже с нами. Леночка, Страсбург, вы нас слышите? Добрый день, меня слышно? Да, замечательно. Пока проблем с связью нету, тебе слово. Елена Юрьевна, у нас программный менеджер Совета Европы по как раз вопросам, связанным с программой Help, и большой наш друг и соратник. Спасибо огромнейшее, Тамара Викторовна. Я приветствую всех моих друзей, коллег в МГИМО, Совет Европы и всех участников этих курсов. К сожалению, в этом году у нас достаточно нестандартный формат, но я надеюсь, что, тем не менее, доступ к информации, к курсам все желающие получат и получили, и смогут также задать вопрос. Я буду очень рада ответить на вопросы, которые у вас возникнут в ходе моего выступления. И сегодня я бы хотела рассказать про курс Help Совета Европы по правам человека в спорте, почему он возник и о чем этот курс, что полезного в нем можно найти. И, соответственно, про курсы Help и другие курсы Help и про саму платформу Help мои коллеги из Совета Европы также, я думаю, детально расскажут, поэтому я не буду останавливаться на этих вопросах и сразу перейду к этому конкретному курсу. Почему возник этот курс? Почему мы поняли необходимость работать над этой темой? Ну, прежде всего, количество спортивных дел очень сильно растет, росло и продолжает расти. И мой коллега из Европейского суда, старший юрист, секретариат Европейского суда, Дэниел Риттекер, который будет поступать после, он расскажет про новую практику. Она сейчас уже обновляется каждый год, и с каждым годом можно рассказывать уже про новые дела. Поэтому сегодня также он будет рассказывать про новые дела. В предыдущие годы он посвящал свои выступления тем делам, которые существовали до этого в Европейском суде. И наблюдая вот этот рост количества дел, связанных с одной большой проблемой, связанной с судебным рассмотрением, судебными спорами в спортивной области, и второй категории дел — это другие дела, которые приходили из мира спорта и были связаны с какими-то статьями конвенции, но не подпадали именно под судебный процесс, статью шестую. Мы поняли, что, во-первых, необходим обзор полноценного всего, что происходит в этой области, и такой материал, такое место, где была собрана вся информация, которая была бы легко доступна и была бы достаточно легко объяснена, и это была одна из причин. Также мы столкнулись в ходе изучения этой темы разработки. Мы столкнулись с тем, что есть такой большой вопрос в области спорта, поскольку очень часто все спортивные дела, особенно все спортивные споры, которые могут возникать между спортсменами, могут возникать между спортсменами, спортивными федерациями, могут быть между спортсменами-рекламодателями, между организаторами спортивных игр, даже могут быть между средствами массовой информации, которые транслируют спортивные мероприятия. Все эти споры очень часто относятся к спортивному арбитражу и таким образом не попадают напрямую под, не относятся к спортивным спорам, которые рассматриваются государственными судами. И, соответственно, стоял большой вопрос о том, распространяются ли те гарантии, которые закреплены в статье 6 Европейской конвенции о защите, о справедливом судебном процессе, распространяются ли все эти гарантии на спортивные споры. И, конечно, было бы очень печально, если бы эти гарантии не распространялись, потому что, таким образом, большая категория людей, спортсменов, получалось, лишалась бы доступа к тем гарантиям, которым другие люди, другие, даже, может быть, знаменитости или известные люди, например, актеры, либо исполнители, тем не менее, все равно имели бы доступ. Поэтому этот вопрос нас достаточно сильно беспокоил. И второй вопрос, который также стоял, это объем тех гарантий, которые относятся к спортивным спорам. Этот вопрос до сих пор не разрешен, и он достаточно сложный, поэтому всевозможные исследования по этому вопросу, юридически они продолжаются. Этот вопрос касается объема гарантий, которые закреплены в шестой статье. Как известно, шестая статья закрепляет гарантии, которые относятся к гражданскому процессу и которые относятся к уголовному процессу. Объем гарантий, относящихся к уголовному процессу, он достаточно глубже и больше. К гарантиям в области гражданских дел относятся справедливости, публичность разбирательства, разумный срок, независимость и беспристрастность суда. К уголовным делам также относятся гарантии презумпции невиновности, право на адвоката, право на переводчик, право допрашивать свидетелей, которые дают показания против лица. И в практике Европейского суда, Европейский суд говорил о том, что относится ли дело к уголовному или гражданскому, суд решает самостоятельно на основании теста, который был сформулирован в практике Европейского суда. Это так называемый тест Энгеля, который отвечает на три основных вопроса. Как квалифицируется в национальном праве та или иная ситуация, какова природа нарушения и насколько сурово наказание. И на этом основании Европейский суд иногда относил административные дела к категории уголовных и распространял гарантии в сфере уголовных дел, закрепленный в статье 6 к некоторым делам. И вот здесь тоже большой вопрос связанный со спортивными делами, потому что, во-первых, например, в области использования допинга некоторые уголовные кодексы некоторых стран закрепляют наказание за использование допинга в уголовном кодексе. В Российской Федерации есть статья 230.1 и 230.2 уголовного кодекса, но она распространяется на тех, кто заставляет или каким-то образом влияет на использование допингом спортсменов, но не на самих спортсменов. Но, тем не менее, эта ситуация пограничена с уголовным кодексом. Также интересный вопрос, который здесь возникает, связан с тем, что, например, в уголовных делах предусмотрена презумпция виновности, не виновности, а как раз в спортивных делах предусмотрена презумпция виновности, и спортсмен, в организме которого обнаружены вещества, относящиеся к категории допинга, должен доказывать, как они туда попали, и что не было его вины. В этой области, конечно, спортсменам иногда удавалось достаточно интересно доказывать. Например, было одно очень известное дело, где спортсмен говорил о том, что кокаин в его организме, который был выявлен допинговыми тестами, оказался там после того, как он целовался с женщиной, которая употреблял кокаин. И все эти вопросы как бы существовали, ответа на них не было, и основной вопрос, который возникал и существовал, это относятся ли дела, связанные со спортивным арбитражем, относятся ли они к компетенции Европейского суда, и могут ли подпадать под действие статьи 6 Европейской конвенции. И поворотным делом в этом вопросе стало дело немецкой конкобежки Клаудио Печтайн, по которому Европейский суд принял решение некоторое время назад. И ключевым вопросом в этом решении было указание на то, что поскольку у Клаудио Печтайн не было абсолютно никакого выбора, когда она подписывала соглашение со спортивной федерацией, и любые споры относились по этому соглашению к юридиции арбитражного суда в Лозанне, то, соответственно, такой судебный процесс, который был навязан ей, должен регулироваться теми принципами и стандартами, которые закреплены в статье 6 Европейской конвенции. И, соответственно, гарантии справедливого судебного процесса должны быть предоставлены ей в случае ее судебного процесса. Это достаточно большой прорыв в разрешении спортивных споров. И получается, что на данный момент спортивные споры и спортивный арбитраж подпадают под действие статьи 6 Европейской конвенции и у Европейского суда есть юридикция рассматривать данные споры. Соответственно, в связи с этим появилось и будет появляться, мы думаем, большое количество спортивных споров, которые также будут рассматриваться с Европейским судом. И, собственно, для обобщения всех этих вопросов, для обобщения всех аспектов, связанных со спортивной тематикой и правами человека, какое-то время назад, совместно с МГИМО, с Министерством спорта, мы начали разработку этого курса. И сейчас я хотела бы рассказать вам то, что в этом курсе содержит, содержание этого курса. Он состоит из 9 основных модулей. И проходить модули и знакомиться с ними можно как по отдельности, так и все вместе. Они разделены тематически. И, в принципе, каждый модуль достаточно емкий и содержит большое количество информации. И информация в модулях пересекается, но никогда не повторяется. Первый вводный модуль как раз рассказывает про структуру спорта, структуру организации и федерации в спорте, олимпийское движение и так называемую пирамиду спортивную. Также рассматривается вопрос автономности и независимости спорта, как известно, спортивные движения достаточно независимы. И практически ни в каких странах не регулируются государством, за исключением, например, Франции, где спортивные вопросы достаточно детально урегулированы. И даже есть спортивный кодекс. Но в большинстве стран такого регулирования нет. Нет, например, такого регулирования и в Швейцарии, где спорт относится к частно-правовой сфере. Также в вводном модуле рассматриваются международные инструменты в области спорта и основные три конвенции, которые существуют в Совете Европы. Три основные конвенции – это конвенция по противодействию манипуляции со спортивными соревнованиями, то есть конвенция по противодействию против договорных матчей, так называемая конвенция Макалин. И она рассматривает вопрос не только противодействия договорным матчам, но и как расследовать. Как известно, вопросы, связанные с договорными матчами, это всегда вопросы, которые решаются, и криминальная активность, которая существует в нескольких юрисдикциях и часто очень во многих, и поэтому расследование этих явлений особо сложное. Вторая конвенция – это конвенция, посвященная безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий. Конвенция Сан-Дени, она как раз посвящена организации спортивных мероприятий, обеспечению безопасности во время спортивных мероприятий, потому что, к сожалению, достаточно печально существует опыт, связанный с гибелью болельщиков во время, например, давки на стадионах, либо с какими-то другими неприятными инцидентами, которые подвергают угрозу жизни болельщиков. И также конвенция эта посвящена защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий для того, чтобы сделать опыт болельщиков наиболее приятный, потому что опыт от посещения стадиона – это очень важная часть жизни и опыта болельщиков. И принимая во внимание рост количества болельщиков, насколько сегодня все больше и больше людей вовлечено в спорт, не только как зрители, но и как участники сами, эти аспекты, они очень важны. И третья конвенция Совета Европы – это конвенция против применения допинга. Этому спектру вопросов посвящен вводный модуль курса HELP по защите прав человека в спорте. Второй модуль, который является первым, на самом деле, посвящен как раз самому основному важному вопросу – это справедливый процесс и справедливый спортивным спорам и арбитражу. Здесь рассматривается спортивный арбитраж как процесс, и те вопросы, которые я до этого рассказывала, связаны с статьей 6. Рассматривается функционирование спортивного трибунала в Лозанне, как он действует, как в него попадают жалобы, как они проходят, какие есть инструменты и какая процедура рассмотрения жалоб. Также отдельно рассматривается вопрос, как и почему жалобы после прохождения арбитража в Лозанне может попасть в Европейский суд. Это происходит благодаря специфике швейцарского законодательства, и решение лозаннского арбитража может быть оспорено в федеральном суде Швейцарии, после чего жалоба может попасть в Европейский суд. Поскольку давляющее большинство спортивных споров рассматривается в Лозанне, то жалобы, связанные с спортивными спорами, очень часто подаются против Швейцарии. Но не только против Швейцарии, есть также другие страны, против которых подаются жалобы. Например, я думаю, что мой коллега Дэниел расскажет сегодня про свежие турецкие дела, касающиеся спортивных споров. И также рассматривается в модуле статья 6-я конвенция те гарантии, которые применимы к спортивным арбитражам, к этим спорам. Я, как говорила, к сожалению, вопросов пока что все еще больше, чем ответов, и ученые по-прежнему, юристы по-прежнему занимаются поисками ответов на эти вопросы. Второй модуль курса Health посвящен вопросам частной жизни. Частная жизнь, гарантии, связанные со свободой от произвольного вмешательства в частную жизнь, закреплены в статье 8-й Европейской конвенции. И, безусловно, все эти положения распространяются на жизнь спортсменов. В случае с знаменитостями очень часто возникает вопрос о вмешательстве в их частную жизнь. Например, средствами массовой информации, которые публикуют новости про жизнь известных людей, в том числе это часто происходит в отношении спортсменов. И здесь очень часто возникает вопрос о балансе между необходимостью защиты частной жизни от вмешательства и необходимостью проявления публичного интереса в отношении некоторых вопросов, которые являются действительно важными для общества. Например, применение допинга, применение наркотиков либо какие-то незаконные действия, про которых общество должно, безусловно, знать и быть в курсе. И в этом модуле рассматриваются как раз дела и рассматриваются, как Европейский суд искал баланс в некоторых таких делах спортивных. Например, описываются дела, связанные с публикацией фотографии очень личного характера с вечеринки бывшего руководителя «Формулы-1». Либо публикации о разводе немецкого футболиста, в котором статья была посвящена не только факту его развода, но также были опубликованы фотографии его несовершенных летних детей, чью публикацию он пытался оспорить. Также рассматриваются дела, связанные с защитой, честью и достоинством. Например, украинское дело о публикации, связанной с обвинениями известного боксера в участии в криминальной группе, которая осуществляла заказные убийства. Либо публикации такого саркастического характера, связанные с скандинавским лыжником и его якобы имеющих место в комментариях в отношении его конкурента. И вторая категория дел по восьмой статье, в котором Европейский суд рассматривал очень большое и важное дело, спортивное, это вмешательство в частную жизнь спортсменов с точки зрения допинг-контроля. Допинг-контроль во многих странах предусматривает спонтанные проверки спортсменов до проведения соревнований, во время проведения соревнований и после. И для этого спортсмены должны сообщать о своем местонахождении антидопинговым агентствам. И, по сути, в течение какого-то определенного времени у спортсменов пропадает свобода выбора, куда они могут направиться. Например, спортсмены не могут спонтанно собраться, уехать на дачу, если они об этом заранее не предупреждали. Антидопингового агентства. И этот вопрос тоже заключался Европейским судом, тщательно рассматривался. В этом вопросе не было найдено нарушение, потому что спортсмены очень часто являются моделями для поведения, особенно для молодых людей. И очень важно, вот те миры, которые существуют в области борьбы с допингом, они очень важны. И, к сожалению, на сегодняшний день нет других мер, которые могли бы быть настолько эффективными для того, чтобы, во-первых, бороться с допингом, во-вторых, ограждать молодых спортсменов, и молодое поколение от таких примеров. Третий модуль курса посвящен статьям 2, 3 и 4 Европейской конвенции. Статья 2 закрепляет право на жизнь. И здесь в основном рассматриваются обязательства властей по проведению эффективного расследования. В частности, это связано с событиями, обычно, когда происходит массовая гибель людей. Например, очень ярко известное дело это трагедия, которая произошла в Филсбурге в 1989 году, когда на стадионе в результате давки погибло порядка 96 болельщиков. Давка произошла из-за неадекватных и неправильных действий полиции, которые не открывали коридоры для прохода наплывающей толпы фанатов, а сдерживали толпу, и уже еще была вызвана давка и гибель. И это не единственный случай, когда такие мероприятия происходили. Безусловно, уроки были учтены, были приняты определенные меры, но помимо исправления, также необходимо эффективное расследование произошедшего. Статья 4 Европейской конвенции «Принуждение к труду». И в основном здесь вопросы, связанные с трафикингом людей. Хотя проблема трафикинга существует, но очень большая. Дел, связанных с трафикингом в спорте, пока что не было еще в европейском суде, не рассматривалось. Поэтому в этой части модуля рассматриваются дела по аналогии, связанные с трафикингом. Следующий модуль, четвертый модуль курса, рассматривает дела, связанные со статьей 5, 10 и 11 Европейской конвенции. Пятая статья — это ограничение свободы. И здесь много дел, немецкие, датские, хорватские, связанные с принудительным задержанием фанатов, которые, по сведениям полиции, могут вызывать и провоцировать столкновения среди фанатов после проведения футбольных матчей. И очень часто полиция их арестовывает. Иногда бывает без оснований, если бы с недостаточными основаниями для того, чтобы удерживать их во время футбольного матча. Эти вопросы также рассматривались в Европейском суде. И соответствующие дела, их описание, выводы и логика суда проанализированы и приведены в этой части модуля. Десятая статья связана с свободой слова. Она касается высказываний фанатов. Бывает, что после проведения футбольных матчей футбольные игроки иногда были случаи, когда они скандировали какие-то агрессивные, даже порой фашистские слоганы после матчей. И здесь тоже их штрафовали или привлекали к ответственности. И Европейский суд рассматривал с точки зрения свободы слова такие жалобы. И также здесь перекрестно с модулем, посвященным восьмой статье, рассматривается баланс между свободой слова и свободой частной жизни и ограничениями на вмешательство в частную жизнь. Статья одиннадцатая в этом модуле, которая посвящена свободе собрания и объединения, в связи с ней рассматривается вопрос, связанный с распусками клубов фанатов в связи с их поведением, которое нарушало законодательство или какие-то установленные стандарты. Пятый модуль курса посвящен запрету дискриминации. Здесь вопросы, связанные с гендерной дискриминацией. Очень интересный вопрос, который сейчас актуальный на повестке дня, связанный с южноафриканской бегуней Кастер-Семени, который, я не знаю, если кто-то из вас слышал, она по показаниям гормональным, ее гормональный фон намного выше, чем гормональный фон у женщин, и поэтому ей в какой-то момент после проведения анализов сказали, что она должна либо медикаментозно, обязана снижать уровень своих гормонов до уровня, который стандартно существует у женщин, либо она может соревноваться лишь только с мужчинами в спортивных соревнованиях. Она недавно проиграла это дело в лозанском арбитраже, и, возможно, сейчас будет также дальнейшее развитие с этой жалобой. Также другие варианты дискриминации. Например, существует расовая дискриминация в спорте. Здесь тоже очень много случаев и прецедентов, которые существуют. И, например, дискриминация также связана со спортсменами, с ограниченными способностями. Здесь можно вспомнить очень интересное дело Оскара Писториуса, который, будучи инвалидом, соревновался на протезах, и в какой-то момент он отказался соревноваться с другими инвалидами и начал соревноваться со спортсменами в обыкновенных соревнованиях. Он также был подготовлен на научный доклад, который признавал, что он бегает быстрее, чем обычные спортсмены, потому что у него есть какая-то фора при использовании протезов. Но, с другой стороны, был проведен, когда он обратился в Лозанский трибунал с жалобой, потому что его отстранили от соревнований, был проведен второй, получено второе заключение научное, в котором указывалось, что, несмотря на то, что он бегает быстрее, он разгоняется медленнее из-за того, что он использует протезы. В конечном счете Лозанский трибунал разрешил ему принимать участие в соревнованиях с обычными спортсменами. Это тоже было достаточно интересное дело, в том числе с точки зрения юридической. Шестой модуль курса посвящен борьбе с допингом, и здесь приводятся стандарты и правила, которые существуют в этой области и детально прописаны в том числе как на уровне Совета Европы, так и на уровне Всемирной антидопинговой организации. Седьмой модуль посвящен отдельно рассмотрению вопросов, связанных с манипуляциями спортивными соревнованиями на основании Конвенции Совета Европы. В принципе, на сегодняшний день практически не было дел в Европейском суде, связанных с манипуляцией спортивными соревнованиями, но было косвенно одно дело, которое как раз было связано с процессом рассмотрения дела в Лозаннском трибунале, точнее, не в Лозаннском, в Национальном турецком суде. И вот Дэниел расскажет, я думаю, он будет упоминать это дело поподробнее в его выступлении. Ну и, в принципе, манипуляция спортивными соревнованиями тоже становится очень актуальной. Я думаю, вы слышали, наверное, сейчас тоже есть вопрос, связанный с обвинениями российской теннисистки на Ролангароси в потенциальной возможности участия в договорном матче из-за того, что из-за очень высоких ставок на одну из игру, в которой она принимала участие. Восьмой модуль это заключительный модуль в курсе посвящен как раз безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных соревнований. Он тоже основан на конвенции Совета Европы и практике Европейского суда, которую я описывала выше, по эффективному расследованию всех инцидентов, которые происходят на стадионах. Это краткий обзор того, что содержится в модуле. Он доступен для всех желающих, находится в открытом доступе на платформе Help. На сегодняшний день он существует на английском языке и в данный момент проводится его обновление, потому что практика, в том числе европейского, сюда меняется очень быстро, поэтому нам приходится обновлять курс достаточно часто. Существует перевод курса на российский и на французский, и он будет доступен после того, как обновленный курс на английском языке будет опубликован. Мы ожидаем, что это произойдет буквально со дня на день. Если у вас есть какие-то вопросы, я буду рада ответить на них. Да, спасибо большое. Мы в конце дадим возможность задать вопросы, тем более, что у нас теперь для тех, кто в онлайне, мы сделали чат в программе, вы можете писать. Я вижу, что нас уже благодарят. Спасибо большое. Феликс Светлеп, тоже наш давний участник. Практически, мне кажется, все курсы наши посещает. И мы переходим, перемещаемся в Страсбурге из Агоры, из здания Агоры мы перемещаемся в суд. И с нами наш также друг Даниэль Ритикер, который является старшим юристом Европейского суда по правам человека. Даниэль, мы очень рады видеть вас. И привет вам из Москвы. И передаю вам слово. Окей? ujemy. Pragness? Да. Это не дайд. Ощущая. Хорошо. Да, Владимирpres на обратной комп out . Вы psychicите, весь молодой тренинг training program to give you as every year almost now a short update on sports related cases I'm of course frustrated and disappointed that I cannot visit all of you and spend some pleasant time in this wonderful city of Moscow but let's hope that next year we will be capable of doing that and I think the most important thing is that we all stay healthy and safe these days today I'm basically talking about two cases which came up both in the beginning of this year they are very important cases in the field of sports Ali Riza against Turkey a judgment of January 2020 and Michel Platini of course everybody knows him a decision on inadmissibility in March 2020 so this second case Michel Platini was declared inadmissible in March 2020 nevertheless it is I would say a groundbreaking decision that's why I will spend some time on it but let's start with the first case Ali Riza and others versus Turkey this is a judgment of 28th January of this year it is about the independence and impartiality of arbitration bodies before the Turkish football federation so we are talking less about the caste the court arbitration for sport here we are talking about the national federation in its arbitration bodies so in this case first effects in this case the first applicant is Omer Kerim Ali Riza which is a British and Turkish national who was a professional football player for Drabzanspor a club in the top Turkish professional league so those of you who like football they might know this club Drabzanspor in Turkey he returned to England his home country in 2008 and the club brought proceedings against him with the Turkish football federation for breach of contract in his defense he submitted that the club owned him salary and match appearance fees the Turkish football federation arbitration committee ultimately found in 2009 that he had wrongfully terminated his contract and fined him with approximately 62,000 euros he then applied to the caste and to the Swiss Federal Tribunal but those proceedings are part of a separate application which the court has not decided it so we are talking about the poorly Turkish proceedings today which were decided separately by the court so this was the first applicant the professional football player it's important we have five applicants second, third and fourth applicants this is important they are Turkish amateur football players they don't do their money out of playing football proceedings were brought against them with the Turkish football federation when they were accused in 2010 of match fixing during an important end of season match for their team in the first instance decision by the amateur football disciplinary committee of the Turkish football federation it was found that the applicants had committed the disciplinary offense of influencing the match results and they are banned from any football related activities for one year this ruling was then unanimously upheld by the arbitration committee of the Turkish football federation the last applicant the fifth applicant Serkan Akal is a Turkish football referee he lodged an objection with the federation arbitration committee in 2015 about the federation's decision to downgrade him from top level assistance referee to provincial referee so he was a professional referee to provincial referee the committee dismissed this objection finding that his downgrading had been in accordance with the law and procedure what were the five applicants complaining about actually they complained about the same relying on article 6 part of one of the convention all five applicants challenged in particular that the proceedings before the arbitration committee within the Turkish football federation had lacked independence and impartiality now to the judge's verdict first the court had to examine whether article 6 whether the guarantees of article 6 are applicable first of all it had to determine whether article 6 was applicable regarding the amateur football complaints this is quite important the court rejected them as inadmissible because that provision was not applicable to the proceedings against them in particular at the time of the events influencing a match result was only a disciplinary offense under Turkish law involving the risk of a three years ban and did not concern the determination of a criminal charge under article 6 the proceedings would neither come under the scope of civil rights and obligations within the meaning of article 6 paragraph 1 because domestic law stated that amateur football players were not remunerated and as a result their rights to exercise a profession was not at stake it's quite interesting contrary to a professional football player who earns his living out of it amateur football player cannot rely on article 6 because these kind of proceedings disability proceedings are not criminal proceedings and since they don't earn money or they don't make their living out of it it cannot be article 6 cannot be applicable in its civil limb as well it's quite important so regarding a professional football player so Ali Riza and the referee complaints the court observed that at the time of the applicant's proceedings the arbitration committee had exclusive and compulsory jurisdiction over their respective football disputes brought by Mr. Ali Riza and Mr. Akal it also stressed that their rulings were final and not amendable to review by any courts as such it had to provide the same guarantees as guaranteed under article 6 of the convention this provision was therefore applicable so what we have seen already in the Mutu and Pechstein case 2018 it also counts here article 6 is fully applicable to those proceedings but interesting here we are talking about the proceedings before national federation not before CAS or the Swiss Federal Tribunal on the merits so how did the court decide on the merits first a small reminder but important on the nature of the arbitration proceedings in this case the court said or reiterated that in the light of its findings in Mutu and Pechstein 2018 the court considered that the sui generis nature of football disputes or sports disputes and the special features of the dispute resolution mechanism of arbitration committee was not sufficient to deprive the applicants of the protection of a fair proceeding offered by article 6 of the convention so even if we are talking about quite specific proceedings in the field of sport they cannot be completely excluded from the scope of the European convention of human rights as a result the court considered that the proceedings before the arbitration committee were compulsory arbitration proceedings compulsory important arbitration proceedings and therefore had to afford safeguards provided for under article 6 of the convention so applicable article 6 and fully applicable this is a very important message here and then the question remains if there was a violation of article 6 and we talk about independence and impartiality of these bodies within the football federation here the court repeated some principles I don't have time to repeat all of them just for instance paragraph 196 in order to establish whether a tribunal can be considered to be independent within the meaning of article 6 paragraph 1 regard must be had inter alia to the manner of appointment of its members the manner of appointment of its members and the term of office the existence of guarantees against outside pressure very important later and the question whether the body presents an appearance of independence and in this line paragraph 199 in this connection even appearances may be of a certain importance or in other words as in English in English maxim justice must not only be done it must also be seen to be done so what is at stake is the confidence which the courts in the democratic society must inspire in the public so it is really important how the athletes or players could perceive the independence and impartiality of a tribunal even an arbitration tribunal so then applied to this case to the Turkish case the court said that in the instant case the court considered that there were inadequate safeguards to protect the members of the arbitration committee from outside pressure notably from the federation's executive body the board of directors which had an undeniable strong influence on the way the committee was organized and functioned so a problem of power between this arbitration tribunal and the executive body of the federation in particular the board of directors which appointed the members of the arbitration committee had always largely consisted of members or executives of football clubs those who represented the interests of football or the players other than those of clubs were in the minority in addition the arbitration committee composed mostly either of lawyers or academics specialized in sports law were not bound by any rules of professional conduct and did not have to swear an oath or make a solid declaration before taking up their duties moreover they were not protected from civil liability actions against them furthermore the court observed that the Turkish football federation rules did not provide for a fixed term for the arbitration committee members term of office their mandate was the same as the board of directors which meant that their tenure was unduly aligned with the executive body finally members did not have to disclose circumstances affecting their independence and impartiality and there was no specific procedure to deal with challenges to a member on those grounds so for the two applicants the court concluded therefore regarding Alia Risa the professional football player who was involved in a contractual dispute with his club that the balance had been tipped in favor of the football club considering that at the time of the proceedings against him all members of the arbitration committee had been appointed by the board of directors predominantly composed of former members or exodus of football clubs as for Mr. Acker's dispute the referee the white powers granted to the board of directors were considered excessive by the court the board set the rules governing the composition principles and procedure of the function of the central referee committee of the federation the first instance body which had decided on the case as a matter of fact the federation's rules required that the list of referees prepared by the central referee committee had to be submitted to the board of directors prior or for prior approval so conclusion in conclusion the applicants had had legitimate reason to doubt that the arbitration committee members in the absence of adequate safeguards protecting them against outside pressure in particular from the board of directors would approach their case with the necessary independence and impartiality so it's really a case about appearances there's no subjective independence or partiality or dependence claim it's really more about the guarantees offered by the system which were lacking here there had therefore been a violation of article 6 in respect of Mr. Adiriza and Mr. Akal so the football player professional football player and territory quite interesting in general is the last remark on this case though finally it is no worse to observe that under article 46 of the convention of human rights the court noted that the violation revealed a systemic problem regarding the settlement of football disputes in Turkey it considers that the state should take measures to reform the system for settling such disputes under auspices of the Turkish Football Federation such as restructuring the arbitration committee in view of its general independence from the board of directors so it is very important when the court has decided a case this is not the end of the story it's really more like the beginning because this case has to be so-called executed by the Turkish government under supervision of the council of Europe's committee of ministers with regards to article 46 of the convention so this is really a mechanism to effectively supervise if the system the arbitration system in football will be correctly corrected in future in Turkey so this was the first case quite an important one now I will jump to the second case a bit shorter the Michel Platini case so the decision on inadmissibility on 5th of March of this year Michel Platini which is a final decision there is no appeal possible so in this decision in the case of Michel Platini the European Court of Human Rights has unanimously declared the application inadmissible the decision is there for final the case concerned Michel Platini a former professional football player president of UEFA and vice president of FIFA quickly to the facts of the case I will be shorter than before in 2015 after a preliminary investigation the FIFA authorities initiated disciplinary proceedings in respect of an alleged supplement of 2 million Swiss francs that Mr. Platini had allegedly received in 2011 in the context of a verbal contact between him and FIFA's president for activities as advisor between 1998 and 2002 allegations of having received 2 million Swiss francs and investigation started by FIFA the applicant was initially given an 8-year suspension from all football-related activities all football-related activities very broad at national and international levels and was fined 80,000 Swiss francs by the FIFA ethics committee the sanction was upheld by the FIFA appeal committee which reduced the length of the suspension to 6 years the applicant appealed against his decision to the court of arbitration for sport in Lausanne in Switzerland the CAS he alleged in particular that the articles of the FIFA code of ethics relied upon had not been applicable at the time of the relevant act and that the sanction appeared excessive the CAS rejected this complaint but reduced at least the suspension period from 6 years to 4 and the fine from 80,000 to 60,000 Swiss francs the applicant lodged a civil law appeal against the CAS decision before the Swiss federal court which upheld that decision holding that in view of the applicant's age he was 61 in 2015 the length of the suspension for 4 years did not appear excessive Mishapattini did three complaints to the court relying on article 6 fair hearing of the European Convention on Human Rights the applicant complained that the disciplinary proceedings and the CAS proceedings had been unfair the court was very brief on this one said that this complaint was not duly submitted to the domestic courts to the CAS to the federal court so this is a non-exhaustion situation declared inadmissible for non-exhaustion of local remedies this first complaint under article 7 no punishment without law Platini complains that the prohibition on retrospective application of law had been breached as the rules enforced of the relevant time between 2007 and 2011 had not been applied correctly here the court was also quite brief saying that we are talking here about disciplinary proceedings so Mishapattini could not rely in his application to the court on article 7 of the convention lastly and this is the most promising complaint lastly relying on article 8 right to respect for private family life he argued Platini argued that the four year suspension was incompatible with his freedom to exercise a professional activity and also it's interference to his right to have a good reputation this was also a part of this complaint so this is I would say the main complaint or let's see the main complaint that the court was dealing with article 8 the rights respect for private and family life very briefly the court said in this regard first again the applicability of article 8 article 8 is really applicable here the court reiterated that the concept of private life was a broad and non-exhaustive one in this instant case the sanction imposed on the applicant had been based on acts committed in his professional life which had no connection with his private life so why should article 8 be applicable however the court acknowledged that the negative repercussions the consequences had affected his private life the court thus accepted that the applicant has established that those consequences reached a certain threshold of seriousness he had spent his entire career in the world of football which therefore constituted his sole source of income and he had been deprived of that source it's true that Nisha Platini everybody who knows him knows that he is really football related the scope of the sanction was such that it was capable of preventing him from developing social relations with others lastly his reputation had suffered as a result of the sanction in a sense of a certain stigmatization for these reasons he could therefore rely on article 8 of the convention so the article 8 of the convention rights respect for private life was therefore applicable in this case but on the merits as I said before the court declared the case inadmissible why for these reasons the court examined whether the resplendent state had complied with its positive obligation to protect the applicant's rights due to respect for his private life vis-à-vis a sanction imposed by FIFA which was reduced but confirmed by the CAS and in particular whether the applicant had been afforded sufficiently judicial safeguards here again we're talking about judicial safeguards and it's interesting we're talking about private actors FIFA is a private actors so the court had to use its theory of positive obligation because you all know that human rights traditionally only bind state authorities so how can FIFA be held accountable for this kind of interference in human rights the court noted that the applicant had expressly accepted the jurisdiction of the CAS excluding therefore the possibility of submitting disputes to an ordinary domestic court he had therefore been able to appeal against the measures imposed by FIFA before the CAS the CAS itself had duly reasoned its decision to reduce but confirm the sanction in a 33-page decision responding to the applicant's complaints it had held among other things that the particular seriousness of the facts the senior position held by the applicant and the need to restore the reputation of football and FIFA justified the four-year suspension from professional activity lastly the applicant had lodged a civil law appeal in the federal court against the CAS decision the Swiss federal court the federal court had likewise upheld the previous decisions finding the sanction to be well-founded and duly reasoned consequently the applicant had been afforded sufficient institutional procedural safeguards the court therefore dismissed article 8 complaint declaring it manifestly ill-founded in the decision on 11th of February 2020 some conclusions on these two cases very briefly if you allow what is important about these cases so these two cases are extremely important because the court confirms several points that had been already stated in the Mutu and Pechstein decision of 2018 but it also goes even further first of all the court confirms that it has jurisdictions to examine sport-related disputes even when they are opposed to private parties players athletes against sports governing bodies such as FIFA this is quite important it also confirms that arbitration proceedings are basically compulsory proceedings in the field of sport and that they have to comply with article 6 of the convention and now new article 8 of the convention as well it confirmed this is the outcome of Ali Rees I would say the most important it confirmed that national arbitration proceedings proceedings within national federations have to comply with article 6 as well Mutu Pechstein again was dealing with the CAS and the federal tribunal proceedings here we have basically proceedings for national federations and those bodies have to be fully independent and impartial another point which I already mentioned through its execution of judgment the Council of Europe the Committee of Ministers can ensure that such a judgment will also be effectively implemented and that structural deficits will be remedied finally what is the takeaway from the Platini case I think the most important aspect is that it was the first time that the court our court had to examine the compatibility of arbitration proceedings with article 8 of the convention with the procedural guarantees of article 8 Mutu Pechstein was article 6 but here we have the first case where article 8 was at stake with regards arbitration proceedings this is far from self-evident why? because since the measure of which Platini complained was imposed by a private actor FIFA and human rights do traditionally only apply to state authorities this is not self-evident this is quite something the court had first to come up with so this is quite important aspect as I already mentioned before so the court dealt with this case only because it applies its theory of positive obligations without this theory it would not have been able to comply or to deal with this case to sum up it appears that our court the Salzburg court remains an important and relevant actor in the field of sport and it seems to me that human rights not only our court in particular or more generally human rights constitute nowadays an important limitation to the autonomous sometimes called autonomous nature of the legs sportiva thank you very much for your kind thank you daniel thank you thank you такой момент в судьбе наших спортсменов, когда наконец-то произошел переломный этап, и наконец-то наши 28 спортсменов были полностью восстановлены в правах прямо перед началом Олимпиады, 11 спортсменов были восстановлены частично, и как раз это тот самый момент, в котором участвовала и следующая наша докладчица, это Анна Казменко, партнер юридической фирмы Schellenberg Winners, которые как раз защищали и представляли наших спортсменов, поэтому мы с радостью сегодня видим Аню вместе с нами, она чудом оказалась тоже в Москве, она находится в Швейцарии постоянно, и такое хорошее стечение обстоятельств для нас удачное, что Анна смогла лично прийти к нам, она каждый год нас поддерживает, за что, конечно, огромное спасибо, потому что услышать другую сторону не менее иногда важно, нежели услышать суд, а совсем замечательно, когда две стороны друг друга слышат, и самое важное для двух сторон в этом случае было как раз обеспечение должной защиты прав наших спортсменов, и не только наших спортсменов, но и заложить основу для других случаев, с которыми могут столкнуться не только российские спортсмены, а это происходит, как я еще раз повторюсь, повсеместно, именно поэтому у компании Schellenberg достаточно большая практика по этому направлению. И, Анна, вам слово. Спасибо большое, Тамара Викторовна. Сегодня действительно большая честь и радость быть здесь, на этом мероприятии. Необычный формат, и, честно признаться, вообще первый раз в маске выступаю. Необычный формат тоже, не видишь реакции, сам свою мимику не можешь как-то выразить, но что же делать, приходится... Глазами, глазами, теперь новые версии, глазами. Поэтому приходится, да, приспосабливаться. И действительно, как уже было сказано, тема спорта, прав спортсменов, она с каждым годом становится все более и более актуальной, и к ней привлекается все больше и больше внимания. И, конечно же, не благодаря таким не очень приятным обстоятельствам, которые сложились в отношении российского спорта, как мы знаем, уже несколько лет последних российский спорт находится под большим прессом и давлением волны, которая была вызвана показаниями, комментариями, данными бывшим директором московской лаборатории Родченковым, небезызвестными докладами Макларена. И действительно, очень много российских спортсменов попали под удар, не побоюсь этого слова, это был настоящий удар со стороны международных организаций в связи с обвинениями в допинге. Сегодня о чем я хочу поговорить? Во-первых, я хочу, наверное, выделить два аспекта. Это что мы видим в своей практике, с чем мы сталкиваемся, что, в принципе, связано очень близко с нарушением прав спортсменов. Потом такие дела попадают в Европейский суд по правам человека, прецеденты, которые сейчас мы как раз услышали, много комментариев. А также, если останется быстро время, я бы еще хотела затронуть кейс, который уже затрагивала Елена Юркина вкратце. Это кейс спортсменки Кастр Семени, что касается дискриминации, обвинения дискриминации по половому признаку, по признаку физическому, скажем так, разнице в гормональном фоне у спортсменов. Довольно-таки интересный тоже, на мой взгляд, кейс. Итак, что касается первого аспекта, что мы чаще всего видим и с чем нам пришлось, например, столкнуться, работая с теми же российскими спортсменами. Во-первых, все спортсмены, которые обвиняются в допинговых нарушениях, они несут так называемую strict liability, строгую ответственность. То есть в любом случае им нужно доказывать свою невиновность в том, что они действительно не нарушали правила. Они должны сами доказать, как вещество попало или не попало в их организм. То есть происходит смещение стандарта доказывания. Не как, например, в обычных делах, где обвиняющая сторона должна и доказать свое дело, а в данном случае спортсменам самим приходится доказывать свою невиновность. Да, у них как будто презумпция виновности действует. Да, что-то вроде того, хотя обвинения, которые выдвигаются в их адрес, и санкции, которые следуют за такими обвинениями, они, честно говоря, не то что незначительные. Например, как запрет на всю жизнь заниматься спортом, отстранение на несколько лет. А такие санкции для спортсменов, они могут нести действительно фатальный характер. Ведь для спортсменов то, чем они занимаются, их профессия, это, честно говоря, даже больше, чем их профессия. Это их жизнь. То есть ограничивая спортсмена на занятия своей профессиональной деятельностью, в общем-то ограничивается не только его финансовое право на заработок, а, в общем-то, вся его карьера становится под большой-большой вопрос. То есть санкции носят довольно-таки серьезный характер. И в данном случае, опять-таки, интересным аспектом является, какой же стандарт доказывания в данном случае применим в данных делах. Ведь все мы знаем, что существуют стандарты доказывания в гражданско-правовых делах, они ниже. Есть стандарты доказывания в уголовно-правовых делах, они гораздо выше, потому что санкции, которые влекут за собой такие дела, гораздо более серьезные. Что же происходит в спорте? А в спорте происходит все таким образом. Как правило, во всех спортивных делах, связанных с допингом, по правилам применяется стандарт, так называемая comfortable satisfaction. То есть это стандарт достаточной удовлетворенности панелью тех аргументов, которые были представлены. Этот стандарт немного выше стандарта balance of probabilities, на русский баланс вероятности, то есть 50% где-то. Но, тем не менее, этот стандарт гораздо-гораздо ниже, чем стандарт beyond reasonable doubt, то есть самый такой высокий стандарт доказывания в делах. Поэтому доказать виновность спортсмена и вменить санкции на, не знаю, занятия его профессиональной деятельностью на долгие годы, ограничения и так далее, такой стандарт, в принципе, он не очень высок. Хотя бы по логике вещей можно подумать, что наоборот, это очень должен быть высокий стандарт, чтобы человека обвинить и вменить ему санкции. И более того, вот я уже сказала, что в большинстве правил применяется стандарт comfortable satisfaction, но в некоторых делах применяется стандарт balance of probabilities, то есть еще более низкий стандарт, который, как правило, применяется в гражданско-правовых делах, в гражданско-правовых отношениях. Это очень интересный аспект, который присущ именно спортивным делам. Что еще очень интересно, на мой взгляд, что касается, опять-таки, права на справедливое разбирательство. Ведь зачастую, когда спортсмены обвиняются в нарушении допинговых правил, то разбирательство на первом этапе происходит на уровне спортивных организаций. Дело может рассматриваться специальным трибуналом, дисциплинарным или специальной комиссией, созданной в рамках международной организации, которая, собственно говоря, и обвиняет того же спортсмена в нарушении этих правил. Ну, чтобы было более понятнее, нагляднее, вот то дело, которое Тамара Викторовна упомянула про 28 сочинских олимпийцев, ведь изначально все они были обвинены Международным олимпийским комитетом. Ведь только в КАСе потом нам удалось в апелляции добиться того, чтобы данные решения Международного олимпийского комитета были отменены. Но на стадии, когда дела рассматривались в рамках Международного олимпийского комитета, получалось так, что Международный олимпийский комитет выдвинул обвинения в отношении этих спортсменов, создал свою же комиссию под руководством Денниса Освальда, которая расследовала эти дела, да, сама же собирала все доказательства, и сама же потом еще и вынесла решение против этих спортсменов. То есть получается немножко как бы и прокурор, и судья в одном лице. То есть здесь есть немножко такое как бы смещение баланса опять-таки. Насколько действительно такой процесс может быть справедливым и объективным, если действительно сами же международные организации, которые вменяют спортсменам санкции, занимаются расследованием таких дел, и еще также слушают эти дела и выносят окончательное решение по таким делам. Вот такой вопрос, он тоже довольно-таки интересен. Безусловно, потом статутами международных организаций в большинстве случаев предусматривается, что такие решения внутри организации могут за то, а потом обжаловаться в КАС, но опять-таки, ведь у некоторых спортсменов, может быть, нет возможности обжаловать такие дела в КАС, какие-то другие могут причины быть, могут они пропустить сроки, опять-таки, по каким-то объективным причинам. То есть даже на первой стадии видится такой немного дисбаланс, скажем так, вот в системе самой, что критикуется, кстати, рядом организаций, рядом комментаторов. Да, вот что хотелось бы отметить. А, и последний момент, опять-таки, приведу тогда пример из тех же российских спортсменов, делок, что нам приходилось сталкиваться, доказательства, которые собирались теми же международными организациями против спортсменов, они предоставлялись спортсменам вот в рамках непосредственно самого процесса. И спортсменам было очень мало времени, чтобы предоставить какие-то контрдоказательства на данные доказательства. Здесь идет речь, например, об очень, в случаях антидопинговых нарушений, например, сложных экспертных отчетов. Если ты получаешь такой отчет буквально, я не знаю, за пару дней, а иногда даже в день слушаний, то как ты можешь обеспечить подготовку и представление ответного экспертного отчета? То есть здесь действительно процессы, они немного смещены с точки зрения баланса. И в этом случае, безусловно, я думаю, что стоит обратить внимание именно на нарушение процесса справедливого производства. Но, видите, принято считать, что то, что происходит в рамках международных организаций, трибуналов, это вот как бы не судебное производство. Да, судебное производство это уже дальше, когда дела попадают в касс. И уже затем могут они попасть после касса в швейцарский трибунал, это швейцарский верховный суд, да, правильно было бы перевести, где по правилам швейцарского законодательства можно не то что даже обжаловать эти дела, сейчас я объясню, почему это не совсем инстанция для обжалования, а туда попадают дела, которые можно отменить. То есть касс выносит в Швейцарии, в Лозанне решение, а затем по очень-очень ограниченному ряду оснований, их буквально там пять штук, все они практически неприменимы, за исключением одного, это публичный порядок, дела можно будет потом отменить в федеральном верховном суде Швейцарии. Слово сказать, что вот это одно основание, публичный порядок, оно довольно-таки узко трактуется трактуется швейцарским законом. Вот, кстати, в России, если отменяются арбитражные решения, например, то публичный порядок, кстати, не так уж и редко можно встретить вот по отмене арбитражных решений, а вот в Швейцарии публичный порядок толкуется сугубо-сугубо узко, и, по-моему, за всю историю, если я не ошибаюсь, было всего два вообще дела, где удалось отменить решение арбитражное на основании как раз-таки нарушения публичного порядка. Поэтому здесь, в принципе, шансов на какую-то там апелляцию в общем таком широком смысле, они тоже очень-таки небольшие эти шансы. Это мои общие комментарии, так что я наблюдаю из практики, по крайней мере. Может быть, быстренько буквально я еще коснусь вот этого вот дела, потому что оно действительно очень интересное, и это дело, оно совсем вот свежее. Буквально недавно Верховный суд Швейцарии вынес по нему решение 8 сентября. Вот уже Елена Юркина рассказывала, что есть такая южноафриканская спортсменка, Кастер Семени, у которой уровень тестостерона, он выше, чем у, скажем так, среднестатистической женщины. И World Athletics, это Федерация Всемирной Атлетики, приняла такие правила, в соответствии с которыми женщины, у которых вот такой вот повышенный уровень тестостерона, должны действительно медикаментозно его регулировать и понижать, чтобы быть как бы вот в одной обоями со всеми остальными женщинами, которые в этих вот спортсменках соревнуются. Кастер Семени сначала обжаловала это решение в рамках Федерации самой, что эти правила, они дискриминационного характера, что они не должны применяться, проиграла, пошла дальше в КАС, в Лазани, также пытаясь обжаловать это на основании того, что данные правила дискриминационные и что, скажем так, вмешательство с ее физиологической целостностью, они недопустимы, physical integrity, потому что, ну что ж теперь, я не знаю, те, у кого ноги длинные или там у Фелпса захват, он хорошо гребет, у кого-то еще какие-то есть физические особенности, да, так что ж как-то вот извне это пытаться регулировать. Это как бы с ее стороны тоже не совсем вот честно, раз она такая родилась, ну здорово, она очень хорошо подходит для бега, значит, она хорошо бегает, ну вот так вот, да. И интересно, что КАС в итоге, он не поддержал ее апелляцию большинством, не единогласно, а большинством, то есть был один арбитр, который выпустил особое мнение, неизвестно, кстати, что это было за арбитр, есть подозрение, что там была женщина одна на сессии. Да, там с публичностью как раз особенности. Ну да, ну неизвестно, то есть был выпущен пресс-релиз, но какой из арбитров, собственно говоря, не согласился с большинством, это неизвестно. И, собственно говоря, что сделала КАС после того, как получила это решение, она пошла в Федеральный суд Швейцарии. Дальше, чтобы отменить это решение КАС на основании как раз-таки публичного порядка. И вот буквально решение было выпущено, Федеральный швейцарский суд не согласился с ней, он поддержал решение КАС, что действительно оно было вынесено правильно, но опять-таки весь анализ сосредоточился, во-первых, вокруг вот этого вот основания публичного порядка, на основании которого она обжаловала. То есть Верховный суд Швейцарии, он не стал изучать там полностью все обстоятельства дела, как бы дыново проводить какой-то ревью, а просто вот на основании этого ограниченного круга проанализировал и пришел к выводу, что не было никакого нарушения публичного порядка в данном случае, что так и должно быть, это правильный баланс для того, чтобы поддерживать так называемый integrity of sport, создавать вот всем условия. И ничего не усмотрел в процедуре КАС, что бы было бы неправильным или что было бы manifest disregard of public order, как заявил суд. То есть это должно быть действительно с точки зрения суда что-то такое вопиющее, вопиющее нарушение права, что он не усмотрел в этом деле. Вот так вот, собственно говоря, пока закончилось это дело, остается посмотреть, подаст ли КАС-то дальше в Европейский суд по правам человека. Она везде заявляет, что она это сделает, но дело, тем не менее, мне кажется, действительно очень интересное, потому что много спортсменов вообще встречается с какими-то такими особенностями, и вопрос соблюдения их прав, их прав человека, и при этом поддержание вот этого integrity of sport, чтобы у всех были равные возможности в спорте, он действительно очень интересный и очень важный. Поэтому я надеюсь, что возможно, ну обычно дела долго рассматриваются в Европейском суде по правам человека, но посмотрим, чем все-таки эта история в дальнейшем закончится. Вот такие... Ну последние годы Европейский суд прямо одно за другим дело выдавал, поэтому это было очень интересно следить. Наверное, за 10 лет, пока там эти дела, даже больше там 15 лет дела лежали, такого количества постановлений по спортивным делам не было, как вот за последний период. Мы надеемся, что мы тоже им помогли в этом поактивнее обратить внимание и на эту проблему. Спасибо большое, Анечка. Знаете, у меня пока, может быть, если есть вопрос, я задам один вопрос со своей стороны. Ни одного дела не поступило в результате от российских спортсменов, и ни одно дело не дошло до Европейского суда по правам человека, несмотря на то, что мы, в общем-то, все усматривали прямое нарушение прав наших спортсменов, и были все основания пройти до финала, но почему-то наши спортсмены не решились на это, хотя напрямую было нарушение их прав. Я могу сказать, что даже вот в том обстановлении кассы, да, было два, три или четыре раза упоминалось по своему собственному усмотрению. Вот по своему собственному усмотрению, по своему собственному усмотрению мог это решить. Что за собственное усмотрение, сам определил, сам решил, это, конечно, совершенно не идет ни в каком объяснении с точки зрения здравого смысла и с точки зрения правовой позиции однозначно. И вот, Анечка, может, к вам вопрос, да, почему, вам кажется, наши спортсмены не дошли до Европейского суда по правам человека, довольствовались малым или решили, что уже и не надо? Ну, чтобы оттуда попасть, нужно пройти сначала. Да, чтобы попасть, нужно пройти какой-то путь, да, то есть большой путь пройти через Верховный суд Швейцарии, там, или другие трибуналы оказаться. Ну, в нашем случае-то, вот, например, после того, как были выпущены решения по российским спортсменам, по сочинским олимпийцам, МОК потом обжаловал это решение в Верховном суде Швейцарии и проиграл. Вот, поэтому нашим спортсменам не пришлось дальше идти в Европейский суд по правам человека. Но, тем не менее, другие спортсмены, чьи права не были установлены. Да, но действительно, да, это, конечно, просто очень сложный путь, он требует и временных, и финансовых усилий, я думаю, что, может быть, это и с этим в какой-то мере тоже связано. Ну, иногда надо быть решительнее, на самом деле, потому что тем самым мы помогаем формировать практику суда, если нет соответствующих заявлений, нет и практики суда, а вопросы все равно будут возникать, и лучше получить уже самое высокое эклифицированное заключение, по которому ни одна из стран не сможет в результате нарушать эти права, ни в одной из стран участниц Совета Европы. Поэтому здесь, скорее, мне так кажется, что больше связано с не совсем грамотной позицией наших или правовой неграмотностью отдельных наших спортсменов, которые не решились пойти дальше. И здесь могу только пожелать им большей решительности и больше общаться с специалистами, кто сидит здесь в зале. Я уверена, что каждый из вас заинтересован в том, чтобы права спортсменов были защищены. Есть ли вопросы какие-либо к нашим докладчикам? В платформе нет. В зале? Если есть вопросы, можно подойти, пожалуйста. Нам просто нужно, чтобы переводчики слышали, чтобы слышали те, кто у нас в виртуальном зале. Спасибо. Георгий Борисов, Верховный суд. Я человек далекий от спорта. Вот сейчас новая идея. Зато вы близки к суду. Это да. Новая информация для меня была, что КАС – это арбитраж, и, соответственно, судиться в нем не бесплатно для спортсменов. Я правильно понимаю? Да. И если там высокие пошлины, то помогало ли, ну вот в нашем случае, например, российское государство, российским спортсменам, которые хотели обжаловать эти решения? Я поясню, да. Спасибо большое за вопрос. Смотрите, что касается дел дисциплинарного характера, то для спортсменов они бесплатные. Что касается дел, которые возникают из разных контрактов, там, перехода, то есть такого коммерческого, недисциплинарного плана, как допинговые, они платные. Да, то есть все вот дела, ну что в итоге платные – это услуги адвокатов. И они, как правило, больше, чем то, что берет суд, свои пошлины. Но и результат того стоит, да, потому что это либо дальше жизнь есть спортивная, либо то, чем ты занимался всю жизнь, оно заканчивается. Поэтому здесь для спортсменов это решающий фактор в их, не просто в их спортивной карьере, а в их жизни, чем они занимаются дальше. И очень приятно, что Верховный суд с нами. Да, кстати, обратите внимание, что все дела, которые пойдут, почему так, немножко, на мой взгляд, еще Европейский суд по правам чека, здесь Дэниел, наверное, тоже скажет нам, может быть, Европейский суд по правам чека достаточно длительное время не принимал соответствующих постановлений по спортивным делам, особенно которые касались решением КАСА или МОК, и решение МОК обжаловались бы. Потому что все эти дела пойдут против государства, то есть против Швейцарии, не против МОК, не против КАСА, а против государства участника конвенции. И поскольку и МОК, и КАСА регистрированы на территории Швейцарии, то все эти дела пошли бы гражданин такой-то против Швейцарской республики. Поэтому это очень тоже, на наш взгляд, являлось неким таким вопросом для суда. Но мы рады, что этот вопрос тоже они для себя разрешили. Если нет вопросов, я хотела поблагодарить участников нашей секции, и мы без прерыва переходим к следующей секции.